Привет, меня зовут Арсений Петров, а на канале Вилсаком сегодня я покажу вам черно-белый планшет. Как iPad и как любой другой планшет, который вы любите, только черно-белый. При этом это не читалка, это очень многофункциональное устройство для бизнесменов, художников и тех, кто любит рукописные, значит, всякие свои заметки. Ну погнали! Тема очень интересная, потому что мы с вами как-то раз смотрели на черно-белый, ну то есть полностью черно-белый смартфон. Не как Yota-фон, у которого один экран только черно-белый, а в принципе там другого нет. Вы этот видос очень хорошо посмотрели, очень хорошо оценили, я решил, что вам такие гаджеты по душе. Решил угореть. Вот такая фигня. Приехала Remarkable 2. 10,3-дюймовый реально, блин, Е-Инк экран, который позволит вам бизнес какой-то вести и прочее-прочее. Давайте распакуем. Так, открываем. Причем это у меня очень жирный комплект. Внутри планшет Remarkable 2, маркер плюс стилус, покажу, чем он отличается от обычного. Чехол, книжечка такой и 12-месячный план. Да, это хреновина продается с подпиской. Но это очень веселая штука. Я вам даже цену пока обозначать не буду, потому что поугараем в конце. И, собственно, вот такой экспириенс распаковки. У меня еще есть чехол-клавиатура, чтобы вообще был вот прям флекс и там работа, печатаешь, что-то пишешь. Но ее тоже позже откроем. Все, начнем. Давайте начнем, наверное, вот, собственно, с самого планшета. Открывается он вот так. Здесь все такое экологичное. Здесь все про бумагу. Это очень-очень приколдесная, на самом деле, штука для тех, кто, ну, вообще уже замучился. Просто все. Не знает, что купить, чем себя порадовать. Эти айпады достали. Эти планшеты тоже все надоели. Вот хочется чего-то свежего, хочется чего-то нового. И немножко отдаляющего нас от всех этих бесконечных социальных сетей и прочего-прочего. Значит, смотрите. Поздравляем, вы купили Remarkable. Добро пожаловать в лучшее думание сообщества. Растущие движения людей находят фокусы в мире. Спасибо. Теперь вот у вас он в руках, и мы надеемся, что это еще один шаг вперед в более углубленное изучение, думание, так сказать, и присутствие в моменте. Пустая страница ждет. И команда Remarkable. Здесь у нас подпись. Quick Start Guide. Собственно, начало работы с планшетом. Что нам нужно сделать? Где, как, что нажать? Не надо, неинтересно. Мы сами это все должны понять. Здесь у нас что? Здесь у нас кабель USB-A, причем фирменный, на USB-C. Можно было уже CC сделать. Все мужчины любят CC. И совершенно непонятно, почему здесь какой-то старый USB-A лежит. И вот сейчас произойдет главное. Потому что это самый тонкий планшет в мире. Его толщина 4,7 миллиметра. Еще он очень легкий. 400 с лишним граммов. Ну, это прикольно. Это прикольно. Прямо открываем вот так. Ну и, конечно, все Ying-дисплеи. Это вот. То есть он уже включен. Это не наклейка никакая. Это включенный экран. Ну, слушай, ну это прям... Ну, это, блин, это rich. Это богатство. Здесь у нас, значит, прорезиненные такие ножки для того, чтобы класть его на стол. Вот эта часть. И, собственно, вся рама здесь алюминиевая. А дисплей это канвас второго поколения. Типа, собственно, разработка Remarkable. На этом моменте вообще расскажу, что это за компания такая. У нас в России очень мало кто знает. Сидел чувак из Норвегии. Точнее, в своей Норвегии. Пас коров, жрал шоколад. Ну, или что там делают типичные норвежцы. Может быть, еще молотом кого-то бил. В 2014 году дело было. Он такой сидел, видимо, читал газету норвежскую какую-то местную. Но я подумал, блин, я же стартапер. Пойду-ка придумаю компанию. Выложу проект на Кикстартере, как это все обычно вводится. И полечу. В 2016 году это произошло. Заработал бабла. Комьюнити очень классно восприняло его идею. Типа, вау. Не просто читалка, а планшет со стилусом. Который позволит вам работать как с обычным планшетом. Но даст ощущение настоящей бумаги. Плюс еще экран они разработали с минимальным откликом. 21 миллисекунд. Для сравнения, у какого-нибудь Amazon Kindle это 300 миллисекунд. То есть, здесь еще и все быстро очень обновляется. Ну, и он заработал бабла. И вот теперь уже второе поколение планшета выходит. В России это все дело не продается официально. Есть какой-то сайт. Он типа на русском языке. Но так как эта штука сама по себе русский язык не поддерживает. Хотя можно планшет купить и на маркете, и там где угодно. Все это выглядит довольно странно. Но я решил показать просто для того, чтобы поугарать. Значит, здесь у нас книжка. Чехол-книжка. Тоже все максимально экологичное, но стильное. Стильное. Видно, что ребята как бы задумывались, как это все рисовать. Ну-ка, вот смотри. Ну, это не похоже на кожу, честно вам скажу. Внутри книжки лежит еще одна книжка. И вот такой вот чехол. Очень легкий, очень приятный. Для того, чтобы ваш Remarkable Tip прям вот ловко защищать. Все это дело вот так выглядит, как у твоего бати. Вот это Nokia. Чехол-книжка. Он такой раз. Алло. Естественно, здесь нет сим-карты. Звонить с него не получится. Максимум, что нам даст подключение к интернету, это Wi-Fi. По спецификациям вообще очень угарная штука. 1 гиг оперативки. 8 гигов встроенной памяти. Но не пугайтесь, этого хватит для всех ваших PDF. И самое главное ограничение, вот на старте из того, что я знаю, это поддержка форматов. PDF и EPUB. Все, больше ничего. Единственный способ читать здесь документы из офиса, это перевести их в PDF. Есть конвертер для macOS, Windows, для iOS. Все это позже покажу. Но ограничение чувствуется, чувствуется с самого начала. Теперь давайте стилус открывать. Вот он у нас. Бумага рвущаяся, конечно, выглядит вроде как и лайк, но вроде как и не очень. Здесь в коробочке со стилусом лежат наконечники сменные. И, собственно, сам стилус, причем у меня это маркер плюс, выглядит, ну, просто один в один, как обычная ручка. Пожалуй, один из самых удобных стилусов, которые я вообще в своей жизни в руках держал, потому что он такой прорезиненный. При этом не дешевый на ощупь, имеет определенный вес, но легкий. То есть даже дети и девчонки могут пользоваться совершенно спокойно. Здесь такая типа пипа, как на ручке, но ни за что она не цепляется. И самое главное, вот эта часть стилуса, это ластик. То есть это стирательная резинка. По сути, это карандаш. Не надо дополнительные инструменты, не надо никакие кнопки. Перевернули, стерли и пошли дальше. Ну и последнее, что мне хочется открыть, это чехол-клавиатура. Для того, чтобы уже прям быть максимально заряженным к тому, чтобы пользоваться этой инновацией. Инновация, вылезай. Во, ну вот здесь уже начинается, конечно, премиум даймонд флекс, потому что это уже такой коричневый цвет, как в хорошем майбахе. Будет очень неплохо сочетаться. Открываем. Здесь книжечка. И вот теперь я прям заряжен на работу. Смотрите, берем вот так. Берем... What the fuck? Ну вы видели вообще читалку, по сути, с клавиатурой? Ну мне кажется, это выглядит как флекс. Клавиатура, кстати, максимально приятная. Напоминаю, что это стартап. То есть у них и денег-то не очень много. Но при этом живут, что-то разрабатывают и молодцы. Значит, самое главное, погнали, включать, где у нас кнопка включения, вот она, ну, кстати, дизайн мне действительно нравится, очень все круто сделано, скругленные такие края, здесь пины для подключения аксессуаров, здесь у нас USB-C, тоже в самом углу, нестандартно, необычно, то есть, по сути, у вас плата находится вот здесь, а здесь у вас экран. Нажимаем кнопку, включаем всю эту историю, и полетели, сейчас будем понимать вообще, что это за хрень такая. Единственное, что меня смущает, это подписка, за 3, по-моему, доллара можно разблокировать возможность хранить заметки дольше 50 дней, если я не путаю ничего, но проблема в том, что для активации в России нужна иностранная карта, естественно, никакие карты мира здесь не принимаются, к сожалению, поэтому в нашей стране это устройство больше как блокнот, в котором вы еще не сможете ничего надолго хранить, но тем не менее. Так, нам предлагают сразу уже что-то написать, давайте напишем LOL, KEC, LOL, KEC, отлично. Ваш экран уникален, дисплей Canvas создает ощущение настоящей бумаги. Подключаемся к Wi-Fi, вот, кстати, сразу пробую печатать, печатать на удивление можно, я-то думал, частота обновления мне не очень позволит это делать, но прям печатаешь и хорошо. Смотрите, при настройке, кроме подключения к Wi-Fi, он 10 раз обновился, это значит, что прошивки актуальные выходят. Система здесь называется Codex, это не Android, это Linux-based операционная система, они сами типа ее разработали, но в ней очень много ограничений, и по сути этот планшет сразу же нужно подвязывать к аккаунту, чтобы иметь доступ к нему с полноценного ноутбука, со смартфона и так далее. Что я, собственно, и сделал, привязал иностранную карту, и мне в подарок дали 12 месяцев подписки, потом обещают списывать по 3 евро в месяц. Если у вас иностранной карты нет, к сожалению, сделать этого не получится, и функциональность планшета будет очень сильно ограничена. По сути, вы купите рисовалку за... позже узнаете за сколько денег. При настройке планшет спрашивает, какая у вас рука вообще, ну, наиболее, так сказать, активная, я, конечно, выбираю правую, и все, он говорит, ты вообще супер, иди, ты хорош для идти. Замечательно, нажимаем Get Started, и, в принципе, я уже хочу попасть в планшет. Вот, все, начинается какая-то инструкция, мы попадаем, собственно, в кодекс операционную систему и в интерфейс. Как видите, это никакой не Android, здесь нет привычных плей-маркетов и других приложений, это, собственно, операционка, в которой, на самом-то деле, ничего такого прям и нет. Мы можем посмотреть туториал, но, в принципе, можем пропустить. Немножко прервемся, хочу сказать, что он очень быстро садится, на начале записи было 43%, прошло где-то там плюс-минус час, уже 23%. Ну, то есть, это не вечная история, как электронные книги. Ну, и еще один тест письма, вот прям берем и пишем что-нибудь там. Привет, киса. Самый прикол, что когда вы вот так пишете или что-то рисуете, потом перемещаете, значит, запястье по экрану, естественно, есть защита от ложных срабатываний, ощущение полное, что здесь у вас будет отпечатываться что-то. То есть, вот ты написал, ты перешел сюда, вот сюда, там кисть какую-то взял толстую, что-то наштриховал, и у тебя полное ощущение, будто рука вот здесь вот будет сейчас грязная, как от настоящих чернил, от настоящего маркера. Это прям супер приколесс. Ощущается, ну, как настоящая бумага 100%. Ни одна пленка даже близко не стояла матовая с тем, что вы получаете здесь. Супер кайф. Вот мой первый набросок, смотрите, рост акций моей компании. Я изобразил, что в 25-м году он достигнет 100, что бы это ни значило, и подписал, что, как вы поняли, моя компания растет. Это все благодаря тому, что я окончил школу без строек. Я это не зря сделал. Первое, что вы должны знать о Ремаркабл 2, это то, что во всех своих рекламных промо-материалах Ремаркабл показывает мужиков, таких взрослых, в костюмах, которые с очень умным видом вот так вот сидят и что-то здесь изображают. Скорее всего, такие графики. Короче, основная аудитория — это управленцы. И если вы тоже хотите управлять IT-продуктом, то послушайте, что я вам расскажу об онлайн-магистратуре управления IT-продуктом от МФТИ и Скиллфэктори. Со Скиллфэктори мы с вами уже знакомы, не раз рассказывал. Это очень крутая, очень крупная онлайн-школа, которая ежегодно выпускает огромное количество талантливых и умных студентов. А МФТИ — это один из ведущих тех вузов страны. Его выпускники, на секундочку, получают в IT-секторе больше, чем все остальные. Управление IT-продуктом — это уже не просто IT-шная профессия. Это целый бизнес и настоящее предпринимательство. Многие люди, проходя через разные проекты, рано или поздно приходят к тому, что хотят создать свой или просто начать проектом управлять. Именно этому на онлайн-магистратуре, Скиллфэктори и МФТИ вы научитесь. Обучение длится 4 семестра, вы проходите целый путь от прототипа и гипотез до маркетинговой компании настоящего продукта. За это время вы становитесь очень серьезным человеком с навыками аналитики, маркетинга, стратегии, продвижения продукта и приобретаете те самые управленческие навыки. А на выходе у вас будет портфолио из настоящих 10 решенных бизнес-задач. Интересно, что обучение очное, то есть сохраняется Академа, отпуск или отсрочка от армии, но проходит в онлайн-формате и лекции, потом доступно вам для пересмотра в записи. В процессе вы практикуетесь на основе кейсов настоящих ведущих компаний России, ну а выходите с настоящим дипломом магистра топового айтишного вуза. Преподы у вас будут с многолетним опытом работы в крупных, опять же, айти-компаниях. Ну а первый год обучения знаете сколько стоит? 380 рублей в месяц благодаря господдержке. Офигеть. Магистратура подойдет не только тем, кто хочет с умным видом что-то на планшете писать, но и просто людям, которые хотят понять, что это такое, управлять целым огромным проектом. Неважно, гуманитарий, айтишник или просто фрилансер вы сегодня, управлять всем интересно, и здесь этому действительно можно научиться. Практика, 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 основы хорошего обучения и Skill Factory, и МФТИ дадут вам это в полной мере. Переходите по ссылке в описании, либо сканируйте QR-код и становитесь очень уверенным в себе человеком. Управляйте и идите за мечтой. Ну а мы продолжаем видос. Все, я окончательно разобрался, и давайте поймем, как эту штуку интегрировать и создать вокруг нее вообще экосистему. Как я и сказал, есть доступ либо с сайта, на нем вы можете импортировать, экспортировать все свои файлы, либо через приложение на смартфоне, либо через приложение на ноутбуке. И главный прикол в том, что цветные карандаши, всякие маркеры на книжке, на планшете, простите, отображаются черно-белыми, а вот на компьютере с цветным дисплеем они уже, соответственно, цветные и смотрятся очень-очень прикольно. Единственное, главное, когда будете писать, рисовать, пометки делать, не перепутать. Ну и вот какая экосистема у вас получается. Мобила в кармане, с помощью которой скидываете сюда файлы, либо компьютер, на котором уже эти файлы полноценно с цветными маркерами просматриваете. Причем зацените скорость синхронизации с фирменным облаком. Я вот здесь нажимаю, нажимаю удалить, и этот файл сейчас... Все, исчезает отсюда моментально. Понятно, что они весят немножко, но тем не менее, все это работает очень быстро и очень даже неплохо. Плюс ко всему, у вас на компьютере есть расширение для браузера и для пакета Microsoft Office. В браузере вы можете, например, любую страницу, вообще все что угодно отправить в качестве PDF-ки на планшет, и он тут же сюда прилетает, вот прям раз, уже прилетел. Вот просто вот это все происходит моментально. Реально полсекунды, и веб-страница, которую вы читали на компе, отправлена сюда. Зачем это нужно? Я не знаю. Может быть, для того, чтобы там какие-то, опять же, делать пометки. Если у вас дизайнер дебил и верстальщик придурок, то вы можете, как самый классный заказчик ООО «Знаю все о веб-дизайне», отправлять сюда, например, свои какие-то наброски веб-страницы и делать ему пометки. Типа, ты клинический идиот, этот шрифт использовали последний раз в пятом году, переделай, а тут поиграй со шрифтами и так далее. Ну, все это только с более деловым таким вот видом. На самом деле, применение найти, правда, можно. Либо в Word, посмотрите, вы сделали полноценный документ, и прям одной кнопочкой, вот через это расширение, мы отправляем этот документ на планшет Remarkable, где уже эту всю историю вот так вот открываем. И это я потрясающий какой-то шаблон Word взял, набросал документ. Вот смотрите, здесь я, по идее, должен был заполнить свою визитку, место работы и прочее, прочее. Ну и вот так это все будет листаться. То есть полноценный Word документ, точно так же с PowerPoint документами. Короче, это работает, это очень и очень приколдесно. Ну и, соответственно, здесь в Word документах вы точно так же стилусом, ничего не надо до этого нажимать, просто взяли и начали писать. Там можете делать какие-то пометки, там, дорисовать что-то и так далее. Я уже синхронизировал планшет со своей учеткой, сделал несколько папок, все очень легко импортируется, сюда можно закидывать любые PDF-ки, любые ePub-ы. Вообще никакой проблемы с этим нет, либо с сайта, либо прям со смартфона, либо с ноутбука. Можно очень удобно создать записные книжки, блокноты, при этом все это в разлиновке, какой вообще хотите. Ну просто красота. Смотрите, в меню у нас есть любимые теги, корзина, какие-то настройки и больше ничего. И здесь я понимаю, что, сука, это же просто, по сути, читалка со стилусом. Ну и типа, и заметки, и все. Я надеялся, что здесь хотя бы браузер есть, но я не вижу здесь даже браузера. Мы тут пообщались за кадром, типа, пацаны говорят, очень прикольно, но потому что это правда очень прикольно. Давайте вернемся к внешности. Он супер тонкий, он очень легкий, он элитарнейшим образом нарисован и сделан. Это очень дорогое, очень качественное устройство. Здесь прям металл, здесь такое стекло, сзади все очень красиво тоже написано. Ну то есть, если вы с этим будете ходить, вы будете выглядеть как человек, у которого как минимум кончилась фантазия. Он просто не знает, что купить себе и решил побаловать себя вот такой приколюхой. А во-вторых, как человек, у которого есть деньги. Потому что стоит это, я вам чуть позже скажу. В остальном 10,3 дюйма, 226 точек. На дюйм очень качественный дисплей. Прям один из лучших, который я видел вообще в своей жизни. Он реально офигенно нарисован, но он ничего не умеет. Ну то есть, тут нет браузера, тут нет телеги. Я не могу стикер кидать со шлепой пацанам. И с голыми писями. Как, а как, а как, так-то зачем мне это нужно? Я не могу даже электронную почту проверить. Мы тут пытались найти применение этой хероборы. И типа такие, ну может быть, мейл хотя бы доступен. Тебе прислали документ. Напоминаю, что их открыть можно только после конвертации в PDF. Но как бы не страшно. Если бы она была здесь встроенная, то не страшно было бы вообще. Прислали тебе, допустим, PowerPoint-презу или там документ какой-то. Ты взял его, скачал, стилусом чик-чик-чик-чик-чик, поправил, подрисовал и PDF-кой откинул своим клиент. Да, например. Здесь этого у вас сделать не получится. Все, что вам доступно, это ваши файлы. Можно создать новую записную книжку. И смотрите, огромное количество шаблонов. Все это вот так вот листается. Понятное дело, что частота обновления тут низкая. 120 Гц никаких нет. Но посмотрите, вы можете создать книжку с любой вообще разлиновкой. Даже вот для любителей пчел, судя по всему, можно вот такую сделать. Можно вот такую, можно такую. Можно даже табулатуры создавать. Музыканты, приколи. Вообще, смотри, музыку берешь вот так раз. Причем гитарные, бас-табулатуры. Обычно, я так понимаю, фортепианные. Можно даже добавлять. Нажимаем создать. И вот, пожалуйста, сольфеджио 2.0. Мужики, если кто помнит это страшное, жуткое слово, ну смотри, я прям беру, да, и вот так вот раз. Нарисовал, значит, у нас будет вот такая тональность. И поехали. Я могу, соответственно, прям ноты здесь писать. Волшебно. Новый альбом напишу тогда, получается. Теперь у меня есть инструмент. С компа я, значит, покидал сюда, смотрите, PDF-ки. Парочку. Давайте посмотрим, как они будут открываться. Они достаточно тяжелые с картинками. Но, опять же, вот. Просто берем. Планшет сам понимает, что все это дело надо разворачивать в горизонтальной ориентации. И здесь я, соответственно, просто могу листать брошюру автомобиля. Вот, Mercedes-Benz. Здорово. Давайте. Тут же можно, естественно, что-то подрисовывать. Тут же можно... Помой меня. Вот, я тут подписал. Прям на кузове. Фантастически. Не, ну чтение PDF-ок вот с такой фигней, с такими заметками, это прикольно. Здесь можно также добавлять какие-то теги. Есть разные слои. Бог знает зачем. Ну, видимо, если вы что-то нарисовали, можете это потом отключить. Можно это все сохранить. Есть возможность перевернуть в портретный режим. Можно прямо в PDF-ке создать новую страницу с заметками. Это тоже удобно что-то подписать. Как выйти назад? Ну, вот это скрывает панельку. А как выйти назад? Вот так только. Есть еще вот такая PDF-ка. Давайте посмотрим, как она заведется, откроется. Ну, слушайте, нет, на самом деле он работает достаточно быстро. Несмотря на то, что процессор здесь достаточно слабенький, в принципе, все ворочается достаточно неплохо. Качество картинки очень хорошее. Прям такая супер дорогая журнальная, правда черно-белая, но все-таки печать. И даже PDF-ки какие-то читать прям кайф. Очень мелкий шрифт. Тоже окей. Никаких вопросов. Если вам зачем-то это нужно было, то пожалуйста. Теперь мы можем зайти в мои файлы, открыть, например, книги, которые я скачал, и почитать Достоевского. Английский язык только, и еще там 32 языка, но русского здесь нет. Но при этом книжки на русском языке читать можно совершенно спокойно. Вот таким вот образом. Ну, как читалка, я думаю, что вообще никаких вопросов эта штука вызывать ни у кого не должна. За эти деньги она, на самом деле, очень даже хорошая. Большой экран, очень классная плотность пикселей, но читать одно удовольствие. Вы должны знать, что подсветки здесь никакой нет. Это бумага. Это вот как если ты живешь в 18 веке, только у тебя еще в книге процессор. И оперативная память поддерживается. Ну, отлично. Прям отлично. Вот тут предлагают влюбиться хоть в меня. Пожалуйста. Точно так же в книжке можно делать заметки. Вот так я что-то подписал. На компьютере я уже набрал заметку прямо в приложении. То есть, если английский язык здесь только и русского нет, вы можете выкрутиться. Вы можете взять свой ноутбук, открыть приложение и напечатать там что-то на русском языке. Клавиатуры русской в самом планшете, к сожалению, нет. Но посмотрите. Потом это все моментально, кстати, за полсекунды прям экспортируется в ваш планшет. И здесь вы уже можете что-то рисовать. Вот, например, вот так. Здесь есть разные пункты и прочее, прочее, прочее. Все это точно так же моментально отображается. Вот все эти изменения на ноутбуке и на телефоне, соответственно. Выкрутиться можно. То есть, если вы хотите и вам необходимо печатать именно на русском, выкрутиться можно. Здесь еще есть преобразование рукописного ввода в текст. Но русский, опять же, не поддерживается. Берем. Вот. У нас здесь 8 инструментов. Есть карандаш. Есть вот такая шариковая ручка. Есть файнлайнер. Есть механический карандаш даже. Есть каллиграфическое. Перо. Есть кисть. Чего только нет. Можно настроить три цвета. Черный, белый и серый. И три варианта толщины. Давайте попробуем что-то пописать. Мне кажется... Вот, кстати, вот писать офигенно. Потому что у него ножки есть резиновые. Ни у кого больше нет их. Вот прям кладешь и все. Не скользит у тебя на столе. И ты работаешь как с настоящей бумагой. Давайте напишем что-нибудь красиво. Женя стоит за камерой. Получается. Получается. Женя. Камерамен. Окей? Вот, смотри. И теперь магия. Это то, чего мне не хватает вообще ни в одном Apple Pencil. В принципе, нигде. Я просто беру и стираю. Прям как настоящим ластиком на карандаше. Это очень прикольно. Дальше я могу взять какую-нибудь кисть. Нарисовать какую-нибудь... Кстати, посмотрите, как быстро рисовать здесь. Нарисовать какого-нибудь каракала. Вот такого. Такой у меня будет каракал. Это каракал. Я не знаю. Если у вас есть какие-то сомнения, то вот это каракал. Пожалуйста, я могу нарисовать. Могу ему какую-то шерстку даже поддать. Могу поменять, взять какой-нибудь хайлайтер. Тут написано желтый, зеленый, розовый и серый. Очень видно хорошо. Ну, кстати, может быть на компьютере отобразится по-другому. Потом я могу взять какой-нибудь механический карандаш. Пририсовать, значит, нашему каракалу какую-то шерстку. И все это делается очень органично. Вот прям реально как с настоящей бумагой работаешь. Если вам эта лапа по какой-то причине не нравится, вы можете ее, соответственно, точно так же нативно стереть. Частота обновления экрана позволяет быстро рисовать, быстро стирать. На нем не остается фантомных следов никаких. Дисплей мне действительно очень нравится. И инструментарий, ну, такой чисто базовый, но в принципе его будет более чем достать. Слушай, аху... Это фантастика. Даже с пленкой матовой, дающей ощущение бумаги на iPad, такого экспириенса вы не получите. Очень, очень крутая штука для рисования. Очень крутая штука для заметок. Вот прям без приколов. Я уверен, что какие-нибудь художники, которые рисуют эти гравюры, ну, типа черно-белые, да, те, кто любит карандаш, они здесь кайфануют просто на 100%. Ну и сам прикол в том, что эта штука не весит ничего. Она работает, мне кажется, в вечность вообще. И вы можете ее просто кинуть в сумку, если у вас получится размутить себе подписку вот эту, иностранную карту, и все это будет сохраняться в облако, не удаляться спустя 50 дней. Высадой штуки действительно сможете даже каким-то образом работать. Другой вопрос. Что стоит она? 85 тысяч рублей. 85 ксари, клавиатура еще 20. А что уж говорить о комплекте с маркером плюс, я вообще даже ничего не хочу. Это тупо либо в подарок, очень дорогой, либо для энтузиастов, ну, либо для тех, кому такая штука вот после просмотра этого видоса уже чешется и просто жизненно необходима. Именно как рисовалка, именно для людей, у которых не устает рука, никакая, ни левая, ни правая, те, кто любит рисовать, любит печатать, но это просто мастхеф. Единственное, что лично мне пока не хватает, это, понятное дело, поддержки русского языка, потому что вот смотрите, какие языки тут есть, больше нет никаких вообще, это вот очень плохо. Если бы поддержка русского языка была, я бы этой штукой даже начал всерьез пользоваться. Мне, к сожалению, она подходит только для каких-то вот таких набросков, но я, наверное, попробую. То есть я не уверен, что она каким-то образом в мою жизнь интегрируется, но смотрится очень прикольно. Жаль только, что нет ни браузера, ни почты, никаких приложений, вообще ничего нет. Ну, мужики, ну могли бы уже, на каком, на норвежском сказать? Хуя лапупа, блядь. Можно, пожалуйста, это, сделать поддержку какого-то магазина. Ну, типа, откройте свой магазин, пускай разработчики пишут приложение. В Сандальте сюда более мощный процессор, в Remarkable 3. Откройте поддержку хотя бы веб-приложений, ну, типа, чтобы я смог в Телегу веб зайти. И просто стикеры отправлять. Мне даже русский не нужен. Этого будет более чем достаточно. Пока это лучший в мире, самый классный технологичный E-Ink-блокнот, который я держал в руках. Это лучший стилус, который я держал в руках, из непрофессиональных. Это очень крутая штука, но daily пользоваться ей, наверное, вам, в общем-то, не очень-то и захочется, и не очень-то и получится. Но поугарали, посмотрели, Remarkable 2, вот такой вот планшет. Спасибо. Пока. Пойду умные свои какие-то мысли рисовать, писать, потому что, ну, блин, а что еще делать? Ну, вот ощущения прям классные, да. Бумага и бумага. Даже звук такой же. Вот, смотри. Классно, прикольно. Мне нравится. Хорошая технология. Субтитры создавал DimaTorzok